Пролетев над горами, Ми-8 спускается в ущелье к небольшой речке Еренат. По распоряжению кузбасского губернатора, Лыковой везут крупу, фрукты, капусту, муку, лекарства. Это вот по нему звонили, да? По нему. О помощи Агафья Лыкова попросила по спутниковому телефону. Кончается всё, кончаются продукты, успела сказать отшельница, пока в трубке не разрядилась батарейка. Мы заволновались, получив такое сообщение. А, кстати, врач же есть, надо посмотреть руку. Врач руку осмотрел и оставил лечебные мази. С хозяйством тоже помогли. Чтобы были спокойны до весны, чтобы до травы твои животины будут все сыты. Провизию для самой отшельницы выбирали очень тщательно. Сухое молоко, сгущенку и другие магазинные упакованные продукты таёжница не принимает. Особенно не нравится ей изображение штрих-кода. Отшельников-староверов в западных Саянах нашла группа советских геологов ещё в 1978 году. Агафья в тайге родилась. Это место в своё время Лыкову выбрали не случайно. Ровная площадка на горном склоне, внизу река, много солнечных дней. Теперь Агафья Карпуна хозяйничает здесь одна. Вот еловые ветки для коз, сена, а это шалаш, где Агафья живёт летом. Глухая сибирская тайга – это её государство. Но в последнее время, рассказывает отшельница, приходится защищать свои владения от незваного гостя. Спускимся, а медведь-то за столом. В одной руке ружьё, в другой берестяной факел так и спасается от косолапого в темноте. И сама пугает его. Это петарда. Петарда. Чтобы чувствовать себя в большей безопасности, отшельница держит несколько собак. Ей и сегодня в подарок привезли щенка. Цветочек. 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 Родственники постоянно зовут Агафью переехать в город, но она хочет остаться на той земле, где родилась. Цветочек. Цветочек.